Дарьяна Максимова Здравствуйте Рада видеть вас в студии Дарьяна, вы представляете организацию «Северный форум» Расскажите, что это за организация и чем она занимается? «Северный форум» — это международная неправительственная организация Которая объединяет северные регионы и регионы, которые интересуются северами Арктика У нас сейчас в составе 14 регионов Из них 10 российских и 4 иностранных региона Из иностранцев у нас Аляска, город Акурири из Исландии, Лапландия из Финляндии И провинция Кангон из Южной Кореи Из российских регионов у нас много-много регионов Из арктической зоны Российской Федерации И дальневосточные регионы То есть мы объединяем их для международного, межрегионального сотрудничества И сейчас у нас председатель нашей организации Ненецкий автономный округ Председатель у нас меняется каждые два года Он избирается на два года И вот уже скоро... То есть весь округ является председателем? Да, весь округ Ну и председательствующий губернатор у нас Александр Витальевич Цибульский Который возглавляет сейчас на данный момент нашу организацию Секретариат Северного форума находится далеко И, собственно говоря, я оттуда и приехала Это Якутия Мы закреплены в республике Саха-Якутия Как секретариат Северного форума И должны координировать деятельность всей организации То есть организация фактически-то находится в 14 регионах То есть у нас везде есть официальные лица, которые занимаются ее деятельностью Но есть отдельный секретариат, который вот с 13-го года существует в Якутске Переехал, точнее, потому что до этого организация была создана еще давно В 91-м году на Аляске в городе Анкоридж И секретариат был именно на Аляске до 12-го года, да Затем вот с 13-го по сегодняшний день мы находимся в Якутске Ну, председатель у нас сейчас Ненецкий автономный округ А миссия какая у нашего округа? То есть мы председательствующей организации, да? Да, миссия по уставу Северного форума, миссия у нас общая По объединению регионов в устойчивом развитии северных регионов То есть здесь мы вкладываем очень широкое понятие и социально-экономического развития И экологии, проблемам экологии посвящается деятельность форума И, конечно же, проблемам коренных малочисленных народов севера То есть охват очень широкий именно по региональному принципу севера и Арктика Миссия сама, она несет за собой основную задачу вести проектную деятельность То есть все завязано на отдельных проектах, которые мы можем создавать в рамках нашей организации Тарьяна, вы в должности недавно, с лета этого года И, соответственно, в округ приехали впервые Расскажите, какое впечатление у вас сложилось о нашем регионе? Что успели посмотреть и что еще впереди вас ждет? Да, я первый раз в Нарьян-Маре Мне очень понравился Нарьян-Мар И вообще очень много слышала об округе, конечно же Очень давно хотела попасть Назначенная была вашим регионом То есть назначает председательствующий регион В июле только этого года И для меня это первый визит к своему председателю, скажем так То есть для того, чтобы понять, как мы дальше будем работать вместе Что хочу сказать про ваш город? Мне очень понравился он такой компактный, уютный Мне очень понравилось то, что здесь малоэтажное строительство Чего вот, ну, очень хочется видеть, когда, ну, мне кажется, особенно под снежным покровом Да, это так, как в сказке все это выглядит Успела я посмотреть не так много, к сожалению Потому что я только вчера прилетела И у нас было очень много встреч запланировано В том числе с членами рабочих групп Северного форума Сейчас расскажу, что это такое, да, что же А также мы с нашим региональным координатором встретились Это Окладников Павел Анатольевич Тоже в структуре Северного форума у нас председательствующий губернатор Цибульский А региональный координатор Окладников, получается От Ненецкого автономного округа И мы встречались с возможными, да, инициаторами проектов В том числе вот только что мы приехали из Центра арктического туризма До этого мы были в представительстве фонда дикой природы Вчера мы были в аграрном социально... Аграрно-экономическом Аграрно-экономическом техникуме То есть нас очень интересуют именно проекты, которые не только в рамках Северного форума реализуются Но и в Ненецком автономном округе Которые могли бы, да, ну, заинтересовать другие регионы с точки зрения сотрудничества Вы как раз затронули тему создания рабочих групп Вот по каким направлениям в рамках работы форума они действуют? Рабочие группы у нас созданы в количестве 10 штук Значит, они направлены на совершенно разнообразные темы Это и культура, и строительство жилья, транспорт, энергетика, деловое сотрудничество Оценка качества жизни населения, если все перечислять То есть это полный спектр вообще всего, что может происходить на Севере и в Арктике А рабочие группы у нас возглавляют обычно официальные лица регионов И в каждой рабочей группе представлены представители от регионов, членов организации В том числе у нас вот от Ненецкого автономного округа Мы насчитали там, по-моему, человек 12, которые представляют регион в рабочих группах Это новая структура, скажем так Потому что когда секретариат и организация ввелась из Аляски, были просто проекты А когда в Россию переехал секретариат, получилось, что появилась необходимость чуть-чуть структурировать всю организацию И появились рабочие группы в 2013 году А в 2017 году сформировался застав от регионов Поэтому в этом ничего нет удивительного Что мы сейчас пытаемся понять, как дальше работать на перспективу Для того, чтобы объединить их уже в эти проекты, которые могли бы быть в рамках рабочих групп И которые можно было бы таким образом регулировать А какие регионы наиболее активны в работе Северного форума, можете назвать? Да, регионы у нас действительно разные И по активности тоже И среди российских регионов самые активные можно выделить, конечно же Ханты-Мансийский автономный округ Ямало-Ненецкий автономный округ Чукотский автономный округ Красноярский край Можно сказать, что в принципе по той или иной теме Все регионы, конечно, из российских участвуют А если говорить об иностранных регионах То наиболее активные у нас европейские страны Это Лапландия и Акюрерия, Исландия То есть они очень хорошо реагируют на все, что происходит Ну, возможно, это связано с последними проектами, которые у нас были А в частности сейчас есть, наверное, перспектива включать новые регионы Вот, и это тоже работа, которую мы сейчас обсуждаем с нашим председателем Как это можно сделать и привлечь их к работе Расскажите о наиболее удачных практиках, проектах В работе Северного форума Наиболее удачные проекты История, сама организация длинная То есть в 2021 году мы будем справлять 30-летие организации Потому что создана в 1991 году А где будут проходить юбилейные мероприятия? Юбилейные мероприятия, скорее всего, будут проходить в регионе, который будет следующим Или, может быть, останется председателем То есть председательствующий регион, скорее всего То есть, возможно, и у нас будут проходить, да? Да, пока мы точно не определились Поскольку у нас следующее мероприятие только планируется Вообще, мой визит здесь связан с подготовкой к генассамблеи Которая планируется в следующем году И это самое важное мероприятие нашего форума Когда собираются губернаторы А у нас здесь будет проходить генассамблея? Генассамблея, да, она всегда происходит в председательствующем регионе Но по датам пока точно не скажу Но надо ее уже готовить, поскольку это съезд губернаторов Где определяются основные приоритетные проекты Председательствующий регион и основные организационные вопросы Если говорить по проектам То наиболее исторически сложившийся и успешный проект Это у нас молодежно-экологический форум Который прошел в этом году и в предыдущие годы Ежегодно проходит В этом году у нас он прошел в Исландии В Акюрере, в нашем регионе, члене организации И смысл, миссия этого проекта Собирать детей школьного возраста Которые представляют свои презентации по экологической теме В этом году мы собрали достаточно хороший состав регионов То есть там были Хантамазийский автономный округ Ямало-Ненецкий, Ненецкий, кстати, девушка ездила от вас И как раз вот из техникума, где я вчера была Аграрно-экономические Потом у нас были из Якутии участники Из Японии и из Акюрере, конечно же То есть получился такой хороший слет детей Где они поделились своими проектами А и исландцы нас приняли Кстати говоря, это очень важное для них было мероприятие Потому что Исландия сейчас председатель в Арктическом совете И Северный форум, у него статус же еще определяется тем Что он наблюдатель в Арктическом совете То есть мы можем участвовать в мероприятиях Арктического совета И в данном случае Исландия вот как бы Очень сильно поддерживает Северный форум Также у нас какие проекты еще бывают, да В рамках рабочих групп есть один проект Называется «Человек в Арктике» Это больше такая научно-практическая деятельность То есть когда исследуются проблемы населения в Арктике и на Севере И проводятся социологические опросы о том Что требуется для улучшения качества жизни Оценка жизни, уровня жизни происходит То есть такие проекты ведутся достаточно длительное время уже В рамках Северного форума Кроме этого из успешных проектов можно сказать, что Ну очень много об этом вспоминают Это уже исторический проект Я об этом часто говорю как о примере Это циркумполярные перелеты, которые были еще в 90-х, 2000-х годах То есть когда в рамках Северного форума Регионы принимали самолеты Самолет, который курсировал по нашим аэропортам наших регионов То есть это был такой экспериментальный проект Который до сих пор вспоминается И некоторые говорят, давайте повторим то же самое Чтобы объединить Север Кроме этого, конечно, мы можем проводить И поддерживать различные мероприятия, проекты У нас существует, кстати говоря, отдельная С прошлого года инициатива в Северном форуме Это конкурс проектов Кстати, призываю участвовать в нем Там могут участвовать не только представители нашей организации в регионах Любые организации, которые входят Ну и находятся на территории наших регионов Конкурс проектов у нас проходит ежегодно На следующий год он будет тоже Выигрыш до 10 тысяч долларов И состоит он, смысл его в международном и региональном сотрудничестве То есть должно быть три участника минимум Можно два участника от России И один иностранный, который у нас есть в регионе То есть это для того, чтобы создавать, опять же, список проектов Которые могут быть интересны для бежрегионального сотрудничества А самые интересные, какие проекты, которые уже реализовали регионы Можете вспомнить? Да, вот в прошлом году удачно прошел этот конкурс Удалось поддержать два проекта Один из них был иностранный, другой был российский И вот по иностранному проекту выиграли его в Акюреере Исландии Наш бизнес-партнер Arctic Portal Они создают базу данных для бизнеса То есть, в принципе, это для Северного форума будет То есть все проекты еще нам важно выбирать с точки зрения развития самой организации Для Северного форума будет полезно иметь такую базу данных Для еще одной ветви нашего пополнения нашего, скажем так, членства Потому что помимо членов регионов у нас есть еще бизнес-партнеры Мы можем принимать их в качестве инвесторов наших проектов, конечно Основная мысль такая Ну и второй проект успешный был в этом году реализован Это Северный форум по устойчивому развитию Выиграл его в Якутии И вообще здесь, может быть, стоит рассказать, как я попала на должность директора Потому что я была инициатором как раз этого второго проекта Северный форум по устойчивому развитию Это международная площадка, объединившая в этом году экспертов, официальных лиц И некоторых представителей деловых кругов в Якутске В сентябре проходил 2019 года этот форум И я вообще представитель академического сообщества Сама я очень долгое время жила в Москве И работала, и до сих пор остаюсь действующим научным сотрудником Старшим научным сотрудником Института США и Канады Российской академии наук Далее, в 4 года назад я вернулась в Якутию И стала работать на кафедре международных исследований Северо-Восточного федерального университета И у нас появилась идея создания автономной некоммерческой организации Университета Арктики То есть это ресурсный центр поддержки университета Арктики Того самого, который является международной сетью, объединяющей университеты У нас в Попедическом совете как раз президент университета Арктики Ларс Кулерот и СВФУ, получается, создает такую автономную некоммерческую организацию И сразу же мы принимаем участие в конкурсе проектов По созданию вот Северного форума по устойчивому развитию Как проекта уже, да, в рамках международной организации В итоге, да, получилось так, что мы готовили это независимо Вместе с Северо-Восточным федеральным университетом И в сотрудничестве с Северным форумом Готовили это с 2018 года, эту площадку И когда предыдущий директор Михаил Погодаев ушел на другую должность Сейчас он у нас замминистра Арктики и Республики Появился такой, ну, наверное, вопрос Кто дальше будет вести Северный форум Далее была Ольга Тимофеева-Терешкина Зам-директора Северного форума С которой мы собирались работать, опять же, над этой международной площадкой Ну и в конце концов, в июле получилось так Что я попала уже на пост директора И мне говорят, ну, организуй теперь этот проект И в сентябре мы провели вот наш Северный форум по устойчивому развитию Теперь это ежегодное будет мероприятие При поддержке, то есть софинансирование У нас шло от правительства Республики Саха-Якутии И Северо-Восточного федерального университета И, конечно, грант Северного форума Но здесь отрадно понимать, что это проект Северного форума И мы позиционируем его как продвижение международной организации То есть рекламу международной организации Для международных экспертов и возможных участников нашей деятельности В итоге мы собрали около 120 гостей Не из Якутии А 50 там с лишним у нас получилось иностранцев приехало И действительно интерес был такой хороший Что среди участников вообще в целом у нас получилось около 700 участников В целом для Северного форума очень важна маркетинговая политика То есть для того, чтобы развивать проектную деятельность Конечно, нужно быть узнаваемым Здесь после Северного форума по устойчивому развитию Мы смогли, наверное, понять, кто может присоединиться к нам А сейчас есть живой интерес со стороны канадского посольства Которое говорит, что в принципе можно было бы вернуть регионы Канады И они, кстати, у нас были в Северном форуме Был Квебек, был ЮКОН в составе Северного форума Надеемся, что они вернутся Потому что Канада это арктическая страна И без них, конечно, очень сложно делать международные проекты Также хотелось бы вернуть норвежцев Которые тоже, в принципе, да, есть разговоры о том, как это сделать Много, наверное, у нас дискуссий по поводу азиатских регионов Которые сейчас интересуются этим И вот как раз вот эта международная площадка У нее концепция основная была объединение Азии и Арктики Ну, потому что Якутия находится как бы и в Азии, и в Арктике И вот воспользовавшись географическим положением у нас это получилось Молодцы, я знаю, что у вас форум проходит и в Санкт-Петербурге, да, Арктика, территория диалога Вот что это такое, что это за мероприятие? Ну, это не наш форум, конечно Это международный форум уже такой колоссального масштаба То есть вы одни как из партнеров, да, получается? Ну, мы, да, в апреле этого года, это еще было до меня Устраивали два мероприятия там, на Арктике, территории диалога Вообще, Арктика, территория диалога, это же Архангельский форум Который вот в этом году был организован в Санкт-Петербурге Значит, мы там организовали как раз два больших мероприятия Одно было посвящено собранию губернаторов нашего Северного форума И это называлось как вторая встреча губернаторов Северного форума И еще одно мероприятие было специально сделано для комитета региональных координаторов И здесь, наверное, стоит уже подробнее сказать про структуру нашей организации То есть мы, у нас два уровня, получается, управления, да То есть высший уровень — это губернаторы, которые периодически собираются И могут, в принципе, собираться, так как это было на Арктике, территории диалога При случае, да, организации секретариатом таких мероприятий Но основное, как я уже сказала до этого, это Генеральная ассамблея, которая должна быть в 2020 году Также второй уровень — это комитет региональных координаторов Который объединяет, опять же, те же самые регионы На уровне обычно руководителей департаментов, министров Которые представляют свои регионы И вот в данном случае у нас губернатор, получается, председательствующий Цибульский А региональный координатор накладников, да Который возглавляет вот эти вот два уровня управления нашей организацией Как все сложно, да? Многие раньше думали, что Северный форум — это вот именно форум в его понимании На самом деле это организация, теперь все понятно Да Какие цели ставит перед собой ваша организация? Цели... Дальнейшие планы поделитесь, пожалуйста Да, цели, задачи и планы грандиозные для, наверное, меня как нового человека Если так можно сказать Не стесняюсь, потому что, ну, пока я очень замотивирована С точки зрения, наверное, продолжения своей деятельности по Арктике Сама я занималась в свое время канадской Арктикой И сейчас занимаюсь, занимаюсь коренными народами То есть, если говорить конкретно про общие цели И вот сейчас мне очень было полезно со всеми встретиться Обсудить И параллельно, конечно, и до этого Все эти месяцы я общаюсь с людьми И понимаю вообще, к чему, наверное, уже не совсем то-то, что я думаю Что люди хотели бы, что актуально Здесь нужно двигаться, конечно, больше к организации проектной деятельности На практическую реализацию То есть это не наука в целом, да Это именно вот практика, которая, ну, что-то создать, построить Конечно, да Организовать, да Как их жизнь от этого, да, изменится Чтобы люди действительно почувствовали результат работы, да, организации Чтобы, ну, улучшить жизнь, конечно Во-первых, население – это самое главное А во-вторых, конечно, мы должны думать об экологии Эта тема становится очень актуальной Причем здесь с двух сторон Одни экологи занимаются сохранением флоры и фауны А другие экологи занимаются, например, вот сбором мусора, да Вот, эко-волонтеры есть такая, да Теперь, наверное, потребности в нашей стране, да Хотя, на самом деле, это такая масштабная тема И изменение климата также может быть нашей темой Если брать в целом экологические проблемы Ну и, конечно, самое, наверное, большое К чему надо стремиться в нашей организации Это инвестиционная деятельность Соответственно, социально-экономическое развитие регионов То есть, как я уже сказала, у нас рабочие группы направлены И на инфраструктуру, то есть транспорт, жилье, энергетика Можно делать очень много интересных, наверное, идей Которые на государственном, на региональном уровне присутствуют, да Нас, кстати, курирует в России Министерство иностранных дел Российской Федерации Также проявляет интерес к нам Минвосток развития и Арктики С точки зрения и межрегионального сотрудничества Уже как и на международном, так и на российском уровне То есть, в целом, мы можем очень много что предложить Для объединения регионов Только надо проявить, конечно, активность по координации всей этой деятельности Ну и вот только что вернулись по теме туризма Мы очень много поговорили с Арктическим туристическим центром И даже такие темы, да, могут быть объединяющими Кроме того, культура, искусство в Арктике Тоже могут быть, как сейчас модно говорить, креативная индустрия, например То есть все вот эти направления можно развивать И мы вот в эти дни очень много об этом говорили Что, наверное, планы у нас будут такие широкие Но и в целом, да, кстати говоря, об этом сказал Окладников Что можно проекты, которые реализуются в регионах Тоже под эгидой Северного форума Продвигать, да, уже на межрегиональный уровень Для того, чтобы... и международный уровень Для того, чтобы... ну, не оказаться в такой изоляции, да А именно, чтобы те проекты, которые реально актуальны Они могут уже существовать в наших регионах А где можно почитать информацию? Вот о вашей организации Есть сайт? Да, есть сайт, называется он northernforum.org Там вы можете найти всю информацию о рабочих группах О составе нашего управления, да О истории нашей организации О мероприятиях, которые планируются на ближайшее будущее Ну и, конечно, вы можете связаться с нами Вся контактная информация там есть Часто люди обращаются с какими-то проблемами? Да, часто Приходят и письма, и звонки То есть люди очень интересуются То есть многие интересуются Может быть, где-то как-то услышали о нас Также мы сейчас хотим проведить очень большую, наверное, пиар-акцию Если это получится Ну, опять же, это моя мотивация, да В целом, мотивация всех, кто со мной работает И сейчас я вижу и Ненецкий автономный округ Со всеми, с кем переговорила, да Сейчас социальные сети и все технологии, которые есть у нас под рукой Могут обеспечить нам достаточно хорошую коммуникацию Поэтому мы будем это развивать В целом мы в очень хороший век живем Недавно у нас была видеоконференц-связь по теме туризма И это как пример было того, что мы можем, не выезжая из регионов, собираться по вот такой видеосвязи И обсуждать проблемы общие Планов много, можете смотреть наш сайт Еще раз повторю Норзенфорум.орг Тарьяна, спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию В честь нашей встречи хочу подарить вам фильмы В условиях военного времени о трудовом подвиге жителей Ненецкого автономного округа И наша фирменная программа «Тинь Ивана. Культуре Ненецкого народа» И вы приедете, посмотрите, будете нас вспоминать Приезжайте еще к нам в гости Успехов в вашем труде Спасибо Напомню, это была программа «Актуальное интервью» Сегодня у нас в гостях была исполнительный директор Северного форума Дарьяна Максимова Встретимся в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова